Наши соли по кружке получили, вот так просто. Она, конечно, классно по ружине. Супер! О, супер, заехали! Застегнуть. Здесь чуть-чуть. Расширить. Она не скользит? А, колесами задними не скользит? Нет, вообще супер. Вообще, хорошо ездить. С чем мы ассоциируем польские коляски? Конечно, это шикарная амортизация при теплой и большой люльке, но сразу минусы. Тяжелая пластиковая дна люлик, открытые пружинные амортизации и постоянные скрипы рамы. Lonex устранили эти минусы, сохранив все бонусы теплой люльки и мягкой рамы. Получилась красивая и необычная Motion XT. Вес коляски с люлькой 13 кг, максимальная нагрузка на раму, заявленная производителем, 13,6 кг. Ручка здесь легко регулируется. Несмотря на то, что она регулируема, люфта здесь практически нет. Начать хочу с люльки, потому что здесь та самая люлька, которая идеально подходит для России и особенно хороша для нашей зимы. Теплая накидка крепится на кнопочках и молнии. Молнии – это очень удобно. Открыли, достали ребенка и не нужно думать, куда положить накидку и не упадет ли она. Здесь же ветровик. Его можно зацепить и в люльку не задует никакой ветер, снег или дождь. Папишон опускается нажатием двух кнопок. Если не зажать кнопки, при подъеме будет звук. В капоре спрятана защита от солнца. Очень удобный тент надевается на ручку. Малыш будет в ТИ. Ручка для переноски выполнена из эко-кожи. Вес люльки чуть больше 4 кг. Сзади на капоре есть отсек для проветривания. Капюшон вообще можно отстегнуть в жаркую погоду. Внутреннюю обивку коляски можно снять. Все выполнено из 100% хлопка. Мягкое и дышащее. Матрасик здесь цельный, без накидки и стирать его нужно целиком. Длина люльки 74 см, ширина 35 см, высота бортов 19 см. Дно люльки деревянное, есть регулируемая спинка. Когда малыш начинает присаживаться, можно помочь ему смотреть на мир. На дне есть дуги, которые позволяют качать люльку. Для меня это стало особенно актуально. Со старшей дочкой мы часто бываем на разных занятиях, где принято ходить босиком. Поэтому я оставляла шасси при входе, а с собой брала люльку и могла легко укачивать там сына. При желании в люльке можно достать ножки и она не будет качаться. Саму люльку можно сложить для компактного хранения. Снимается она в одно движение. Поговорим о прогулочном блоке. Здесь довольно большой капюшон и в сидячем положении вы можете полностью закрыть ребенка. Причем малышу не будет грустно сидеть в кресле. Через смотровое окно он может легко наблюдать за дорогой. При опускании спинки капюшон опускается вместе с ней и открывает ребенка ветру и снегу. Но этот вопрос решается накидкой на ножки, которая идет в комплекте. Немного позже расскажу о ней подробнее. Опускается и поднимается спинка одной рукой. У лонгса хорошее вертикальное положение спинки. Сзади есть вот такой карман для вещей. Пинк опускается в полностью горизонтальное положение. Длинно спального места почти 90 см, а ширина почти 30 см. Пятиточечные ремни безопасности верхние можно снять или переставить. Матрасик можно легко снять для стирки. Здесь есть перемычка между ножек, а бампер, поворот на откидной можно отрегулировать по высоте. Подножка сделана из-за кокожи, легко мыть от грязи. Вверх поднимается одной рукой, а вниз регулируется двумя. Блок здесь реверсивный, можно возить малыша лицом к себе. А вот и теплая накидка закрывает малыша до самого носа. Удобные молнии по бокам отстегните, посадите малыша в кресло и застегните их. Не нужно снимать накидку каждый раз, когда вы вынимаете ребенка. Удобный тормоз, который не пачкает обувь. Корзина лонокса большая и вместительно открывается на магнитах. Причем если ее полностью открыть, образуется вот такой дополнительный карман для вещей. Передние колеса с блокировкой. Колеса здесь псевдонадувные, и я это реально оценила. На почте России продырявила бы железным брюком надувное колесо. Здесь коляски хоть бы хны, вот такая рана на колесе никак не влияет на ход. Подстаканник легко снимается. Коляску нельзя сложить с прогулочным блоком. Снимаем блок, а затем уже складываем шасси. В сложном виде шасси спокойно стоит самостоятельно и раскладывается достаточно просто. Продолжение следует... Мы долго катали лонокс по разным дорогам. С разными детьми и разными родителями. Главное вот что. Рулится коляска достаточно просто, что с люлькой, что с прогулкой. Одной рукой хорошо управляется, правда? Чем больше вес ребенка в прогулочном блоке, тем тяжелее ею управлять. И тем не менее, даже с весом в 23 кг она остается довольно маневренной. Но не стоит перегружать коляску, как это делали мы в нашем тесте. Кстати, еще немного про наш тяжелый вес. Даже с таким большим весом коляска остается очень устойчивой и не заваливается на поворотах. Я считаю, что это большой плюс. О проходимости. Коляска отлично едет по любой поверхности, что впрочем меня не удивило. Ведь даже внешний вид колес намекает, для каких дорог и для какой страны создана коляска. Она поедет по любым дорогам. Отдельно хочется отметить амортизацию. Польские коляски всегда выгодно отличаются от остальной Европы мягкой амортой. Но часто это бывает за счет внешнего вида и вечного звукового сопровождения в виде скрипа. Торчащие пружины забиваются грязью и кричат о своей боли на каждом шагу. В XT этот момент исправили. Торсионная амортизация, эстетика плюс тишина. Сколько я не катала коляску по грязюке, никаких звуков она не издавала. Хотя я ее даже не смазывала. А на передних колесах имеется дополнительная амортизация. Это система антишок или отъезд передних колес при ударе в препятствие. Несмотря на то, что колеса псевдонадувные, покрытия здесь резинные. При минусе они не замерзают, за счет чего не скользят по снежной дорожке. Продолжение следует... С заблокированными колесами коляска едет даже вот по таким сугробам. На бордюр коляска запрыгивает легко, что с люлькой, что с прогулочным блоком. Вариант установки прогулочного блока лицом к маме или от нее не влияет на это. По крайней мере, мы разницы не заметили. При спуске также она довольно уверенно встает на передние колеса. Скачет на задних. И входит в большинство панусов, едет тихо. Мне очень понравилась здесь люлька. Она большая и теплая, с возможностью укачивания и удобной накидкой. Особенно меня порадовали натуральные и мягкие внутренние материалы и высота ее расположения. Минус у люльки, пожалуй, всего один это опускание капора двумя руками. В прогулочном блоке мне хотелось бы побольше капора в лежачем положении и возможность сложить его вместе с шасси. Порадовала их давая часть. Коляска очень мягкая, тихая и едет хорошо. Ну и псевдонадумные колеса это то, что сегодня нужно. Никаких проблем с подкачкой или прокалыванием, а ощущения от катания практически те же. Ну и полная комплектация. Москитка, дождевик, теплые накидки и даже сумка-рюкзак для мамы.